всем привет с вами дмитрий русул в этом видео давайте поговорим о типах дорожек в лоджик когда мы создаем новый проект первое что мы видим это вот такое диалоговое окно в котором у нас есть на выбор создание какого-либо из треков сейчас я скрою эти details то есть мы здесь что видим мы здесь видим так называемые группы треков нас всего три типа трека в лоджик первое это софтвер инструмент или скажем так миди инструмент то есть это дорожка в которой мы работаем с миди информацией то есть на этой дорожке мы устанавливаем некий синтезатор или какой-то там сэмплер который будет воспроизводить звуки и вводим в него миди информацию либо на рису рисуя эту информацию мышкой либо играя на миди клавиатуре либо на каком-то еще другом миди контроллере например электронный барабан установки и так далее тому подобное то есть мы создаем миди дорожку на котором мы будем работать только с миди информацией далее у нас здесь есть группа аудио дорожек 1 это просто аудио дорожка и guitar or bass это та же самая аудио дорожка просто предназначенная для записи гитары или баса что это значит это значит что у нас создастся в проекте обычная аудио дорожка с уже установленными плагинами для того чтобы можно было играть на гитаре или на басу через эту аудио дорожку но об этом мы тоже будем более подробно говорить при записи аудио в лоджик поэтому там это еще рассмотрим подробнее и третий тип это джаммер это встроенный новый инструмент в лоджик про 10 который у нас является по сути миди дорожкой то есть в нем есть заложены миди данные но адаптированные именно под редактор драме то есть драмер это барабанщик и мы можем с помощью этого инструмента создавать очень реалистичные очень классные драм лупы в реальном времени давайте мы все сейчас рассмотрим я создам по одному здесь кстати можно выбирать сразу количество сколько треков нужно создать касаемо software инструмент мы можем сразу выбрать какой инструмент из встроенных или внешне которую вы отдельно устанавливали инструментов поставить по умолчанию на созданный трек либо можно оставить empty то есть оставить пустым и вручную потом поставить на каждый из них нужный инструмент здесь также можно поставить галочку open library то есть у вас при создании софтер инструмент откроется библиотека и вы сможете выбрать отдельные какие-то звуки на для этой конкретной дорожки опять же библиотеку будем рассматривать в отдельном видео и здесь также можно сразу выбрать количество поставить и куда у нас выходит звук ну как правило по умолчанию естественно это output 12 то есть наш стерео out выход чтобы слышать звук у нас через наш обычный output сейчас я уберу эту галочку создадим один софтер инструмент рек теперь опять нажимаю на плюс у меня появляется это вновь окно и теперь я выбираю аудио здесь у нас в аудио можно выбрать с какого input а у нас будет назначена вход на эту аудио дорожку это нужно для чего это нужно для того чтобы возможно вы захотите на аудио дорожку что-то записывать ну например гитару вокал бас или еще какие-то либо какие-то инструменты то здесь нужно соответственно для этой аудио дорожки назначить какой-то вход у нас здесь есть моно входы сейчас вы видите 16 это вызвано тем что в моей аудио карте в которую я подключил к logic 16 входов если у вас звуковая карта где там только два входа вы увидите здесь только input 1 input 2 вас не будет такого большого выбора как у меня то есть это меню она зависит от того от той аудио карты которые у вас выбрана при работе с logic соответственно здесь мы можем также создать стерео треки то есть input 1 плюс 2 это получается у нас двухканальный трек соответственно получается что стерео то есть это у нас моно это у нас стерео треки ну и также можно создать с раунд трек вот но я советую здесь давайте начнем пока просто с моно трека неважно какой вход также можно создать несколько дорожек и например сделать так что у каждой из дорожек будет оценен значит что возрастающий input то есть у нас одна дорожка будет с импутом 3 следующая дорожка с импутом 4 5 6 и так далее до тех пор пока у нас не закончится эти input и то есть это бывает нужно когда вы работаете над мульти трековой записью когда вы записываете там сразу 10 источников звука например то есть 10 микрофонов вы записываете например барабан установка когда вы можете сразу создать 10 аудио треков и поставить ассендинг чтобы у вас начиная например с первого input а по 10 у вас создались аудио дорожки вот но сейчас здесь нам это не нужно поэтому оставим по умолчанию значение которые у меня были создадим одну дорожку давно присматриваетесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас и последнее что мы создадим это мы создадим драмер трек здесь также можно сперва выбрать какой какого какого из драмер мы хотим загрузить более подробно об этом мы будем также рассматривать в отдельном видео бы более подробно как и все пункты но сразу скажу здесь просто выбирается стиль барабанщик который конечно же потом можно поменять то есть это просто такой как бы исходный исходный пресет мы выбираем с которого открывается наш драмер трек и также соответственно output то здесь больше у нас никаких менюшек нет и можно открыть лавры и давайте я сразу для чтобы для наглядности создам экстерном виде инструмент и создам guitar or bass аудиодорожку и так что что мы здесь имеем значит у нас есть software инструмент треки лимит и треки вот они два у нас есть два типа аудио треков и один грамм и 3 и как вы видите у них меняется инспектор у них меняется редактор который у нас открывается то есть для аудио дорожек нас открывается аудио редактор для миди дорожек нас открывается миди редакторы piano roll по умолчанию либо скоро либо step editor и для барабанщика для drummer трек у нас открывается так называемый drummer editor то есть редактор драме то есть то и дорожка нас выбрана такой внизу редактор у нас и открывается и соответственно как вы уже поняли на аудиодорожках мы работаем с аудио либо импортируем какие-то уже записанные аудио файлы либо записываем их вручную назначив на вход подключив к этому входу какой-то инструмент или микрофон и начав запись поставив кнопку рек сейчас запись но а запись мы будем говорить отдельном видео и guitar 3 как видите то же самое аудио трек все то же самое только на нем уже установлены по умолчанию какие-то всякие эмуляторы усилителей чтобы можно было прям сразу подключить гитару и уже играть и слышать звук собственно через вот эту обработку но опять же говорю мы об этом будем более подробно говорить в специальном видео посвященном записи и в драйвере мы можем также выбирать разных барабанщиков через библиотеку который мы тоже будем говорить более подробно то есть здесь можно поменять разных барабанщиков то есть вот такие у нас типа треков software инструмент трек куда мы можем установить какие-то инструменты и записывать миди информацию external миди инструмент это инструмент который предназначен для отправки миди информации на какой-то внешний миди прибор это нужно для ну например если у вас в студии много каких-то миди девайсов и вы хотите чтобы лоджик управлял этими миди девайсами в реальном времени ну например от отсылал какие-то значения контроллеров в реальном времени во время смены во время воспроизведения проекта на например ваш какой-нибудь там процессор эффектов то есть например лоджик может управлять по определенному контроллеру который вы сами настроите например переключение звуков там на гитарном процессоре то есть когда у вас проект доходит доходит до точки у вас звук с чистого переключается например на перегруженный ну то есть частных случаев очень много я сейчас просто один пример привел конечно же в музыкальном прям продакшене такие треки используются очень редко это скорее для какой-то студийной деятельности для концертной деятельности поэтому эта дорожка очень редко пользуются как правило пользуются соответственно софтер инструмент треком аудио треком и драмер треком этого три трека основных которыми мы будем в 99 процентов случаев пользоваться в наших проектах но думаю здесь все понятно попробуйте посоздавать разные дорожки сразу скажу что можно выбрать тот или иной тип дорожки и нажать здесь дублирование у вас будут создаваться те дорожки которые сейчас выбраны аудио выбираю здесь нажимаем я создаются новые аудио дорожки и соответственно драмер тоже можно дублировать таким образом вот можно создавать либо новые дорожки либо дублировать существующие но на этом все увидимся с вами в следующем видео